29 сентября весь мир отмечает день сердца о том как о нем заботиться и содержать в порядке самый важный орган нашего организма мы поговорим с нашим гостем в студии заведующая областным центром здоровья мария корчевская доброе утро сердце самый важный орган нашего организма почему важно им заниматься к сожалению по статистике каждая вторая смертность в нашей стране обусловлена сердечно-сосудистыми заболеваниями поэтому наша задача их вовремя предупреждать профилактировать развиваются они по причине атеросклероза сосудов которые долгое время может притекать бессимптомно незаметно для самого человека это вызывает то что он откладывает обращение к врачу вы знаете я хочу спросить я вот слово это слышал атеросклероз но в силу видимо возраста не знаю что это такое атеросклероз это заболевание сосудов которое обусловлено отложение в них атеросклеротических бляшек может протекать долгое время бессимптомно для человека но может и остро в виде инфаркта миокарда мозгового инсульта причин атеросклероза множество значит есть такое понятие как холестерин холестерин это жироподобное вещество которое в общем-то оно жизненно необходимо нашему организму оно входит состав мембран клеток из него синтезируются желчные кислоты стероидные гормоны вот холестерин с этой целью образуется у нас в печени более чем достаточном количестве но также он поступает к нам извне с продуктами животного происхождения когда их слишком много в питании у человека то может происходить избыточное их накопление в организме и тогда уже это может провоцировать развитие атеросклероза сосудов и образование атеросклеротических бляшек неправильное питание это один из факторов риска до сердечно-сосудистых заболеваний еще какие есть гиподинамия то есть недостаточный уровень физической активности ежедневно рекомендуется всемирной организации здравоохранения каждому человеку иметь 30 минут двигательной активности самое физиологичное это быстрая ходьба поэтому если человек умственного труда он работает в офисе работа сидячая на работе сработан ездить на личном и общественном транспорте до соответственно нужно находить время для того чтобы эта активность все равно как-то осуществлять ходить вообще да поэтому с этой целью можно в течение дня использовать такие такие простые методы двигательной активности как подняться встать и дойти до телефона положить его подальше мусорное ведро поставить тоже подальше от стола чтобы нужно было в офисе конечно да ходить по лестницам не пользоваться лифтами к факторам риска влияющим на здоровье сердца и сосудов у нас относятся артериальная гипертония то есть повышенное артериальное давление курение повышенный уровень глюкозы крови и холестерина и избыточный вес и ожирение поэтому для того чтобы предупредить развитие сердечно-сосудистых заболеваний мы должны постараться эти факторы риска уменьшить устранить их тем более если у одного человека наблюдается сочетание таких факторов риска каждый из которых еще более отягощает другой то риск развития заболеваний сердца очень высоким становится курение влияет на сердце активное курение куре курящего человека и пассивное курение окружающих его людей очень негативно сказывается на здоровье человека в первую очередь значимо повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний табачный дым содержит целый спектр токсических веществ поэтому всегда мы должны мотивировать своих родных и близких курящих людей к отказу от курения напоминать им о вреде не создавать каких-то комфортных условий для курения и никогда конечно же не дарить подарков связанных с курением каких-то дорогих сигарет пепельниц зажигалок и так далее не стимулировать почему да потому что никотин повреждает сосуды сосудистую стенку вызывает спазм сосудов нарушает тонус и способствует развитию тоже атеросклеротических повреждений провоцирует повышает риск инсультов инфарктов что является лишним весом значит если человек обращается к врачу то врачи рассчитывают такой показатель который называется индекс массы тела рассчитывается по формуле это вес относительно роста в домашних условиях вы можете имея сантиметровую ленту измерить свой объем талии нормой для женщин является объем талии до 80 сантиметров для мужчин до 94 сантиметров если данный объем у вас превышает значит имеет место быть абдоминальное ожирение а вот это абдоминальное ожирение то есть чрезмерное отложение жировой массы в животе оно является важным фактором риска если человек не имеет избыточного веса вес у него абсолютно нормальный то суточная калорийность пищевого рациона для женщин составляет 2000 килокалорий для мужчин 2500 если вы знаете что у вас есть избыточный вес либо ожирение значит мы должны энергетическую ценность нашего питания уменьшить для женщин она будет составлять 1200 1500 килокалорий для мужчин 2000 2500 килокалорий в сутки поэтому если человек мотивирован на снижение веса он может найти таблицы калорийности и в течение дня вести дневник питания и записывать вот этот вот калораж продуктов питания ну и конечно же поддерживает двигательную активность на достаточном уровне от 30 минут в день до двух часов рекомендуем я бы хотел все-таки обратиться вот к этим замечательным таблицам это я так понимаю что с портала по здоровом образе жизни до федерального так здорово .ру так здорово .ру есть такой портал поэтому уважаемые наши ярославцы кто интересуется вопросами здорового образа жизни могут на этот портал зайти там же находится у нас адреса всех центров здоровья ярославской области куда они могут обратиться абсолютно бесплатно быстро удобно пройти профилактическое комплексное медицинское обследование для выявления факторов риска хронических заболеваний в том числе сердечно-сосудистых то есть все таки есть у нас бесплатная медицина да каждый человек достигший 21 летнего возраста может проходить дополнительную диспансеризацию у своего участкового терапевта к 1 раз в 3 года если ваш возраст делится на 3 и вы можете проходить бесплатное профилактическое обследование в центрах здоровья ежегодно проверять свои параметры здоровья уровень давления глюкозы крови холестерина веса индекса массы тела функции легких сердца мария ну напоследок в честь дня сердца я думаю что можно пожелание для наших телезрителей да я желаю нашим уважаемым ярославцев заботиться о своем здоровье и проходить регулярные профилактические медицинские обследования то есть обращаться к врачам не только по заболеванию но и с профилактической целью нас в гостях была заведующая областным центром здоровья мария корчевская